Рецепт для тех, кто любит фруктовые заготовки с небольшим количеством сахара. Это любимая многими вишня пятиминутка. Этот рецепт называется вишня к чаю. Я приготовлю немного, возьму пол килограмма вишни без косточек и 250 граммов сахара мелкого. На первом этапе вишню с сахаром нужно просто смешать. Если у вас вишни много, лучше пересыпать ее слоями, чтобы очень сильно не деформировать при перемешивании. Аккуратно смешивать, просто двигать снизу вверх и при таком способе ягоды не повреждаются. Оставить их на 4-5 часов. У меня прошло 4 часа. Все это время вишня стояла с сахаром и я так между делом к ней подходила и перемешивала не месила, а перемешивала вот такими легкими движениями. Сделала это 4-5 раз. В итоге весь сахар у меня уже растворился. Также за это время я простерилизовала банки, крышки, хорошо вымыла воронку и ложку. Стерилизую я в микроволновке уже неоднократно говорила банки 5 минут и теперь вишню я переставляю на плиту. Довожу до кипения и с момента закипания варю 5-7 минут, так как сахар у меня размешался в принципе мне больше и мешать не нужно. Если у вас еще остался, то помешивайте аккуратно. Засекать с момента закипания 5 минут. Пену снимаю. Очень удобно встряхивать варенье, чтобы вся пена собиралась в центр. Ну если его конечно не очень много. Насчет стерилизации банок. Были комментарии такого плана, что я не стерилизую, мою только моющим средством или хозяйственным мылом и все нормально. Вполне может быть, но подумайте сами, моющее средство оно не смывается до конца, так же как и хозяйственное мыло. Если вы хотите, чтобы это было у вас в заготовках, делайте так. Мне больше нравится вариант вымыть содой, это пищевой продукт и потом простерилизовать. Это совсем нетрудно поставить в банке на 5 минут в микроволновку. Пять минут прошло, вишню выключаю, разливаю вишню с сиропом по банкам. Насчет эмалированной посуды, вот в ней кипела вишня, причем довольно сильно кипела, ничего не пригорело. Банки сразу же закрываю, вот эта у меня получилась неполная, я забыла, что она емкостью 300 или 330 миллилитров, а варенья хватает как раз на пол-литра. Ну ладно, мы ее съедим, переворачиваю и если эти банки вы хотите хранить, тогда их нужно еще укутать, то есть накрыть каким-либо чистым полотенцем и теплой тканью и оставить так для дополнительной стерилизации. Вот такая вишня пятиминутка у меня получилась и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Вот цвет и консистенция готового охлажденного продукта, конечно это не классическое густое варенье, но на самом деле очень вкусно, у меня вот уже почти все съели и цвет тоже очень красивый, такой я бы сказала рубиновый. Кухонные фишки! Кухонные фишки! Кухонные фишки! Кухонные фишки! Кухонные фишки! Субтитры подогнал «Симон»